Добрый день. Начнем с вопросов. Ассоциация корреспондентов ООН, председатель Ассоциации, Мэриан Рахматев, вам слово. Благодарю вас. От имени Ассоциации корреспондентов ООН благодарю господина министра за эту пресс-конференцию. Вопрос такой. Вы сказали, что Россия не забудет и не простит Соединенным Штатам тот факт, что российским журналистам отказали в визах для приезда в США в связи с вашим визитом. Что это означает? Объясните подробнее. Сегодня было выступление нашего представителя в Комитете по информации. И, разумеется... Вы удивились, что я заговорил по-русски? Мария уже сегодня в Комитете по информации подробно на эту тему высказывалась. Мы считаем возмутительным то, что происходит. Все заклинания о свободе прессы, о доступе к информации, которые произносили западные лидеры, включая Соединенные Штаты, разумеется, и которые были закреплены, между прочим, в решениях Совета по правам человека, в решениях Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, которые принимались еще в начале 90-х годов. И тогда Советский Союз еще открыто шел на такие договоренности. Сейчас, когда Западу стало неудобно от наличия альтернативных точек зрения, от наличия возможностей жителей планеты и граждан соответствующих стран получить доступ к фактам, которые не вписываются в западный так называемый нарратив, Конечно, Запад кардинально стал наступать на средства массовой информации, которые ему не подчиняются. Наши послы в разных странах, в том числе в Вашингтоне, регулярно приводят конкретные данные о дискриминации российских средств массовой информации. Много лет назад Франция отказала в аккредитации в Елисейский дворец Арти и Спутнику, назвав эти средства массовой информации инструментами пропаганды. Господин Кирби в отношении наших журналистов, которым не дали визы для участия вот в этой части нашего председательства, тоже сказал, что русские журналисты это пропагандисты и более ничего, не имеющие общего ничего с американским и так называемым демократическим видением свободы слова. Ну, в конце концов, есть первая поправка Конституции США, которая ничего, оказывается, не значит на практике. Вот. Ну и надо, наверное, посмотреть, как со свободой слова обстоят дела в Соединенных Штатах. Я вот слышал, что Такера Карлсон ушел из Fox News. Интересная новость, с чем она связана, остается только гадать. Но явно богатство взглядов в американской информационной среде пострадало. Вот. Поэтому, что касается наших ответных мер, мы обязательно будем иметь в виду такое непорядочное поведение американского руководства Госдепартамента, как я понимаю, там принималось решение. И будем это учитывать, когда американцам что-то понадобится от нас. Благодарю вас. У меня вопрос. Что вы думаете о Судании, происходящем там? А также, что вы думаете об участии группы «Вагнер»? Мы спросили у Хамити, лидера этой группы, об участии «Вагнера». Он не отрицал их участие. И кому они отвечают, это ЧВК? Правительству России, какому-то другому органу? Расскажите. Ну, что касается «Вагнера», это частная военная компания. Мы неоднократно уже этой темы касались, в том числе и в этой комнате, когда пару лет назад наши французские коллеги, руководство дипломатии Евросоюза в лице Борреля, высказывали нам претензии в отношении наших связей с Мали, с Центрально-Африканской республикой. И, в частности, устраивали такой мини-скандал по поводу того, что правительство Мали, в условиях, когда французы стали выводить свою операцию из этой страны, и закрывать свои военные базы на севере, где, самое главное, террористическая угроза. И в этой ситуации правительство Мали, для того, чтобы не остаться беззащитным, обратилось к услугам частной военной компании под названием «Вагнер». Это его право. Об этом министр иностранных дел Мали заявил на заседании Генеральной Ассамблеи. Из этого никто не делает никакого секрета. И Центрально-Африканская республика, и Мали, и Судан, ряд других стран, чьи правительства, чьи законные власти обращаются к такого рода услугам, имеют на это право. И давайте не будем забывать, если вас беспокоит эта тема, в интернете посмотрите количество частных военных компаний, которые есть в США, в Британии, во Франции. Десятки. Многие из которых долгие годы работали, кстати, прямо на наших границах, в том числе внутри Украины, что тоже наводит на значительный вопрос. Что касается происходящего в Судане, мне кажется, конечно, это трагедия, люди гибнут. Угрозы для дипломатов существенные. Мы это знаем, следим за ситуацией. Вот сегодня уже представители детского фонда ООН попросили наше посольство как-то приютить своих сотрудников, потому что они находятся в небезопасном месте. Я не знаю, как это можно сделать, но мы сейчас этим будем заниматься. Но вспомните, как вообще развивалось суданское государство, сначала в единственном числе, а потом в числе Судана, в виде Судана и Южного Судана. Это все было ведь на наших глазах, когда американские коллеги сделали одной из своих приоритетных внешнеполитических задач, раздел Судана на две части. Обращались к нам, чтобы мы тогдашнего президента Амара Башира убедили пойти на договоренность о проведении свободного волеизъявления, о добровольном разделе. И мы, откровенно говоря, выступали за то, чтобы решал сам суданский народ, народы Судана. В итоге разделение страны состоялось на две части, образовался Южный Судан. И вроде американцы, как инициаторы вот этого развода, должны были бы всячески помогать новым двум государствам сосуществовать, развивать экономику, обеспечивать благосостояние граждан. Но что-то американцам не понравилось, не буду вдаваться в детали, но они объявили санкции и против руководства Судана, и против руководства Южного Судана. И потом начались постоянные требования через Международный валютный фонд, ну и так далее. Поэтому вот эта такая геополитическая инженерия, она до добра не доводит. И я бы все-таки рекомендовал главный вывод сделать из суданского кризиса нынешнего. Давайте не будем африканцам мешать договариваться между собой, давайте не будем к их усилиям решать свои собственные проблемы африканским путем, добавлять некие требования извне, которые не отражают интересов этих стран. Благодарю вас, министр Лавров. Мишель Никольс, Рейтер. Благодарю за пресс-брифинг. Расскажите об украинской зерновой сделке. Ответила ли Россия на письмо генерального секретаря на имя президента Путина относительно расширения и продления этой зерновой сделки? Китай является крупнейшим получателем этого зерна по сделке. Скажите, Китай просил Россию продлить? Сразу вам скажу, что мы эту тему не обсуждаем с нашими партнерами из Китайской Народной Республики. В том числе, наверное, и по чисто прагматичным соображениям, исходя из того, что у нас с Китайской Народной Республикой есть общая граница, через которую налажен экспорт и импорт. И черноморские просторы совершенно не нужны для того, чтобы Китай закупал наше зерно, да и вообще зерно в других странах, прилегающих к России, Казахстан, например. Что касается письма, которые вчера Геннадий Старь передал на имп президента Путина, я надеюсь, что оно не утекло, потому что это ведь личная переписка между руководителем ООН и руководителем страны-членом ООН. Если ее придали гласности, эту бумагу, это будет не очень прилично. Это будет означать очередную попытку оказать давление на ситуацию, которая не разрешается и которая заведена в тупик нашими западными коллегами. Я напомню, что когда 22 июля прошлого года эта договоренность, черноморская инициатива была подписана, в ее тексте было прямо сказано, что она касается вывоза зерна и аммиака. Про аммиак никто не вспоминал до позавчерашнего дня, хотя вчера мне Антонио Гутерреш сказал, что на мировом рынке ощущается острая нехватка удобрений, прежде всего из аммиачной группы. Никто об этом не думал до последнего момента. И то, как эта сделка быстро из черноморской инициативы превратилась в черноморскую зерновую инициативу и из гуманитарной инициативы превратилась в коммерческое предприятие, тоже вызывает достаточно много вопросов, о которых мы все, все, все это время не устаем говорить, к чему не устаем привлекать внимание. Если вы статистику видели, меньше 3% из всего объема зерна, который прошел из украинских портов, меньше 3% попало действительно в бедные страны, которые находятся в соответствующем списке всемирной продовольственной программы. Это Эфиопия, Йемен, Афганистан, Судан, кстати сказать, и Сомали. Все остальное 80 с лишним процентов в страны с доходом высоким, либо с доходом выше среднего. Мы это обсуждали и привлекали к этому внимание. Потом налицо была попытка украинских коллег в рамках вот этой деятельности совместного координационного центра в Стамбуле устраивать искусственное скопление судов. И даже в украинской прессе была информация о том, что украинский режим брал взятки за то, чтобы согласовать очередь для какого-то судна пораньше, нежели без такого рода механизмов взяточных. Мы привлекали внимание также к тому, что концентрируясь целиком и полностью на украинской части сделки, наши коллеги в ООН прежде всего забывают о том, что изначально Антонио Гутерреш предложил пакет неразрывно связанный. Да, он вчера мне сказал, что меморандум России ООН, он не очень конкретный. Да, мы пошли на это, потому что меморандум содержит обязательства генерального секретаря и его сотрудников делать все для того, чтобы снять препоны на пути экспорта российских удобрений, российского зерна. Я не могу сказать, что ООН не предпринимает усилия. Нет, наоборот, и Антонио Гутерреш, и генеральный секретарь ЮНКТАТ, и заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам выступают за это, пытаются договориться с странами, объявившими незаконные односторонние санкции против Российской Федерации, но результата практически нет никакого. Россельхозбанк, это главный банк, который обслуживает наш сельскохозяйственный экспорт, отключен от СВИФТ, от системы СВИФТ, и никто не собирается его туда возвращать. Взамен нам предлагают какие-то разовые альтернативы к трем американским банкам. Генеральный секретарь обратился с просьбой заменить СВИФТ и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло, и действительно, один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать. Но когда нам говорят, что давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу, ну это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблемы нехватки продовольствия на мировых рынках, и тогда нужно просто вернуть наш банк в систему СВИФТ. А если вы хотите, чтобы каждый раз и мы, и генеральный секретарь, он бегали и умоляли одну или другую финансовую структуру Соединенных Штатов, в том, чтобы они проявили великодушие, ну это, сами понимаете, не может работать и не будет работать. Сохраняются проблемы со страхованием, хотя мне вчера говорил, генеральный старший, что существенно упали ставки после его контактов с лондонским Ллойдом. Но это все, понимаете, это все нацелено на то, чтобы сохранить контроль над всем происходящим, не позволить нашему зерну, нашим удобрениям свободно попасть на рынки и на основе рыночных механизмов поступать в те или иные страны. И, конечно же, это все затрудняет работу всемирной продовольственной программы, которая помогает беднейшим странам. Вот помимо того, о чем мы говорим, у нас же почти 200 тысяч тонн удобрений были арестованы в портах Европейского Союза. В августе прошлого года президент Путин публично озвучил нашу позицию, согласно которой компании, владельцы этих удобрений отдают их безвозмездно беднейшим странам через механизмы всемирной продовольственной программы. Это было в августе. Первая партия в 20 тысяч тонн из 200 тысяч тонн пошла в Малави только через 6 месяцев. Сейчас с огромным трудом обсуждаются еще две отгрузки по 24 тысяч тонн каждая в Кению и в Нигерию. Но это все занимает время, это все сопряжено с бюрократическими препятствиями, с накладными расходами дополнительно. Вот. Поэтому, да, что касается нашей части, я возвращаюсь к этому вопросу, нашей части сделки, то да, мы видим старания генерального секретаря и его коллег, но результатов практически нет. Если только не считать результатом забрежевшую надежду, что вместо нормальной поставки необходимой продукции на мировые рынки надо будет в ручном режиме каждый раз умолять американские, европейские порты, банки, другие структуры, страховые компании, в том, чтобы они проявили благосклонность. Не об этом мы договаривались 22 июля прошлого года, когда поддержали инициативу генерального секретаря, которая, как он сам повторяет, носит пакетный характер. Пакет, он не из одной части состоит. Вот. Поэтому, в отличие от вас, я не могу так уверенно квалифицировать то, что содержится в послании Гутерреша на имя Путина, потому что это послание все-таки не широкая общественность, а нашему президенту. И такие же послания были направлены, как я понимаю, украинцам и в Турцию. Но реакция на это послание будет после того, как адресат с ним ознакомятся. По-моему, в приличных домах так поступает. Кажется, что вам не очень нравится эта сделка. Похоже, что вы не возлагаете больших надежд. Сергей Викторович, сегодня я здесь. Сегодня Джо Байден заявил о том, что он будет выдвигаться на второй срок президента Соединенных Штатов. При этом уже комментарии от тех же республиканцев, например, от также заявившего о том, что он будет выдвигаться на второй срок Дональда Трампа, говорят о том, что они всерьез опасаются, что это может привести даже к Третьей мировой войне. Как вы считаете, и вообще, какова наша оценка, кто предпочтительнее, если бы стал президентом Соединенных Штатов в следующий раз, или нам вообще все равно толку никакого не будет? Валентин, в отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других государств. Благодарю вас за брифинг. Я представляю себе СНьюс. Вы говорили о событиях вчера и года назад. Говорили они о допустимости расширения НАТО и вчера, и год назад. Но из-за войны Финляндия стала членом, Швеция, генеральный секретарь поддерживает украинское членство. Скажите, это был просчет? И на ваш взгляд, в чем теперь причина войны, раз уж граница НАТО с Россией удвоилась? Состанавливаться. И если вы посмотрите на развитие событий, за последние годы активнейшим образом шел процесс слияния в военных делах Евросоюза и НАТО. А недавно они подписали декларацию, в соответствии с которой Евросоюз просто, по сути дела, делегировал НАТО ответственность за обеспечивание безопасности всех своих членов и гарантировал предоставление территории стран Евросоюза, которые в НАТО не входят, для нужд Североатлантического леноса. И Швеция с Финляндией были в первых рядах вот этого взаимодействия, все чаще и чаще участвуя в военных учениях НАТО, в других мероприятиях, которые были призваны синхронизировать военные программы НАТОвцев и нейтральных государств. Так что здесь, я бы понимал, это такая красивая фигура речи, что вот Россия хотела не допустить расширения НАТО, во-первых, это не столько мы хотели, мы считали, что это необходимо предотвратить, сколько нам еще это обещали несколько раз. Но, тем не менее, лгали, теперь это все уже знают, как лгали впоследствии про минские договоренности, про многое другое, и потом некраснее признавались в этом. тезис о том, что Россия пыталась предотвратить расширение НАТО, а в итоге она его ускорила, это с вашей колокольни, наверное. У нас тоже есть свои колокольни, и оценки, которые непредвзятые наблюдатели, политологи делают и в Российской Федерации, и за рубежом, заключаются в том, что НАТО хотела развалить Российскую Федерацию, а в итоге она ее сплотила. Поэтому давайте не будем сейчас делать выводы, чем все это закончится, мы свои цели четко объявили и четко их подтверждаем, в том числе вчера подтвердили в нашем выступлении сайте безопасности. Чего добиваются американцы? Я вот читаю материалы в здешней прессе, аналитиков, общаюсь с некоторыми старыми приятелями из числа политологов, они все больше задаются вопросом, а что дальше-то будет происходить? Наши цели мы очень ясно и честно изложили. А вот какая цель у Соединенных Штатов, у НАТО, у Евросоюза накачивать Украину вооружениями? И сейчас появилась эта вот смешная теория, давайте, мол, мы сейчас обеспечим Украине успешное контрнаступление и потом попросим Украину Зеленского начать переговоры. Ну, это какая-то шизофреническая логика. Мы хотим, чтобы из Украины, с территории Украины не исходили угрозы нашей безопасности. А эти угрозы накапливались там долгие-долгие годы, особенно после госпереворота февраля 2014 года. И еще мы хотим, чтобы люди, которые считают себя причастными к русскому языку, к русской культуре, к религии, которую они исповедовали всегда через Украинскую Православную Церковь, чтобы эти люди не подвергались дискриминации, не подвергались гонениям и не подвергались угрозе истребления. Вот есть такой деятель у Зеленского, советник, помощник, подоляк, его фамилия, он заявил, что мы заберем Крым и мы истребим в Крыму все русское. Это вот то, что США поддерживают, когда Столтенберг, Курсула фон дер Ляйен, американские деятели заявляют, что мы не можем не поддержать Украину, потому что Украина бьется за наши ценности и за демократию. Это вот в этом демократии заключаются и ценности, за которые НАТО готово воевать до последнего украинца. Долгие годы мы привлекали внимание всех и вся к тому, что творится с национальным меньшинствами на Украине, особенно с русским национальным меньшинством. Приняты законы о запрете образования на иных языках, кроме украинского, хотя для языков Евросоюза сделали исключение, что лишний раз подчеркнуло нацеленность всей этой кампании против русской культуры. Запрещены средства массовой информации, как те, которые вещали на Украину из России, так и те, которые принадлежали украинцам, но вещали на русском языке, отражали оппозиционные взгляды. Миллионы книг вышвырнуты на русском языке, вышвырнуты из библиотек, часть из них сожгли на площадях, как это делали нацисты. Запрещены практически все культурные контакты между нашими странами. Русская культура, русская, и то, что происходит сейчас с Украинской Православной Церковью, посмотрите, пожалуйста. Мы обратились и к генеральному секретарю ООН, и к руководству ОБСЕ, в другие инстанции. Реакция не очень сильная. Примерно так же, как когда произошел госпереворот в феврале 2014 года, и мы стали задавать вопросы французам, немцам, полякам, как же так? Вы же за сутки до этого госпереворота гарантировали урегулирование, под которым стоят ваши подписи, как гарантов. Знаете, что вы ответили нам? Ну, вы знаете, просто, ну, бывают какие-то эксцессы в демократических процессах. Вот и все. То же самое, как впоследствии оправдывались любые, любые деяния киевского режима, при этом торжественно подтверждал, что он будет накачивать его оружием для того, чтобы победить Россию на поле боя, потому что киевский режим отстаивает западные ценности и идеалы демократии. Вот если за это вы воюете, не вы, конечно, извините, ради бога, я не к вам обращаюсь, если Запад воюет за это, то тогда тем более должно быть понятно, за что мы выступаем и против чего мы будем выступать до конца. Да, пожалуйста, последний рейт. Благодарю вас. Мэй Тючанис, CNN. Расскажите, пожалуйста, подробнее о возможных контактах, которые у вас были с представителями Соединенных Штатов относительно судьбы американских граждан в российских тюрьмах. Были контакты какие-то или попытки? И второе, в прошлом были обмены заключенными. Скажите, а на что вы рассчитываете в обмен на Пола Уильяма и Эвана Гершковича? В говоренности президента Байдена и президента Путина, достигнутые, когда они встречались в июне 2021 года в Женеве, создан специальный канал для обсуждения вопросов задержанных граждан России в США и задержанных американских граждан в Российской Федерации. Я не открою большого секрета, если скажу вам, что этот канал не предполагал вовлечение журналистов и не предполагал публичного засвечивания тех или иных ситуаций в интересах оказать давление на ведущиеся серьезные профессиональные переговоры. В России несколько американских граждан отбывают наказание за различные преступления, в том числе и упомянутые вами лица, я имею ввиду Пола Уиллана и Эвана Гершковича, они были задержаны при совершении преступления, получении материалов, которые составляют государственную тайну. И громкие патетические заявления о том, что журналист по определению не может совершать преступления, мы их не принимаем. Тому много примеров. И вот уже кто-то привлекал внимание к ситуации, когда вокруг Гершковича разразилась вот эта кампания, и никто не вспоминает про Джулиана Асанжа больше, никто не вспоминает про нашу гражданку, журналистку Марию Бутину, которая здесь два года провела в тюрьме только за то, что она занималась журналистикой и участвовала в работе неправительственных организаций. У нас около 60 человек здесь сидят. По большинстве случаев обвинения очень сомнительные и ни разу при похищении наших людей из Европы, из других стран, чем занимаются американцы, ни разу они не соизволили выполнить требования двусторонней консульской конвенции, по которой, если у них есть подозрения в отношении российских граждан, то нужно их не похищать, как в голливудских фильмах, а нужно обратиться к Российской Федерации и свои озабоченности высказать. Поэтому я еще раз хочу сказать, что канал для обсуждения этих вещей существует, и такая работа, она не предполагает публичности, публичность в данном случае может только этот процесс осложнить. По понятным причинам профессионалам это объяснять не надо. Спасибо, господин министр Турецкое агентство новостей. Анатолий, не так давно президент Турции пригласил президента Путина в Турцию для инаугурации первого атомного реактора в Турции, построенного российской промышленностью. Планирует ли 27 апреля президент Путин посетить Турцию? Я исхожу из того, что у президентов есть понимание о том, что такая встреча будет важна. Коротко возвращаюсь к договоренности по Украине. Я представляю РТ. Россия неоднократно говорила о том, что Украина не выполняет свои обязательства по зерновой сделке. Вопрос, намерена ли Россия выйти из этой сделки или есть причины оставаться там, хотя обязательства не выполняются? Выполняет своих обязательств. Украина не имеет отношения к той части сделки, которая касается российских удобрений, российского зерна. Эти части сделки блокируются западными санкциями. И именно для того, чтобы преодолеть эти санкции и снять препятствия на пути экспорта удобрений и зерна из России на мировые рынки, генеральный секретарь. Он подписался в этом меморандуме делать все возможное для того, чтобы этих целей достичь. Видимо, потребуется невозможное. Пока такого мы не наблюдаем. Ну а что касается перспектив сделки, я только что отвечал вашей коллеге. Действительно Гутерреш, Антонио Гутерреш вчера передал послание президенту Путину. Оно будет доложено и ореакции будет сообщено. И дополнительно чешский президент недавно выступил в том духе, что Пекину не нужен мир на Украине, что удовлетворен статус Ко. Какая позиция России на сей счет? заявления такого рода, которые не имеют ничего общего с работой нормального политического деятеля. Тут вот Жозеп Боррель я тоже упомянули про Чехию, я вспомнил про Евросоюз, он пока еще существует, и Боррель заявил, что они будут развивать отношения с другими странами в зависимости от того, как эти другие страны относятся к России и к Китаю. Это показатель нынешнего менталитета в европейской дипломатии. Спасибо, Иван Мария. Ирландия. 80 тысяч беженцев с Украины в Ирландии. Вы извинялись перед ними за то, что они вынуждены были бежать из своего дома. Есть ли Китай ваш друг? А друг ли Китай? И почему Китай направляет оружие? Почему они не направляют вам оружие тогда? Не направляют. Знаете, на самом деле это смех сквозь слезы, потому что никто, конечно, не испытывает радости от того, как происходящее сказывается на жизни простых людей, но о том, что жизнь простых людей должна привлекать внимание не только, когда они оказываются за границей и доставляют неудобства странам приема, но жизни простых людей должны привлекать к себе внимание политиков, и когда эти жизни долгие годы на повседневной основе, законодательно и на практике дискриминируются, подвергаются угрозе, всем было наплевать, когда мы привлекали внимание к тому, что нельзя такие законы принимать, в украинской конституции написано, гарантируются все права национальных меньшинств, политические, религиозные, языковые и так далее, и так далее, и когда они напринимали законов, запрещающие эти права в отношении русского языка, мы обратились, тогда еще мы были членами Совета Европы, Венецианскую комиссию, есть такой орган, который занимается анализом законодательства стран-членов Совета Европы на предмет его соответствия Европейским Конвенциям, и Совет Европы через эту свою Венецианскую комиссию вынес вердикт, что Украина должна принять новый отдельный закон о национальных меньшинствах, они его приняли в декабре прошлого года, в нем написано, что гарантируются все, без исключения права национальных меньшинств в том объеме, в котором это предусмотрено действующим законодательством, то есть в том объеме, в котором они были усечены до практически нуля. Это издевательство над правосудием, над чем угодно. Что касается беженцев в Ирландии, я не знаю, много сейчас информации, в том числе в западноевропейской, восточноевропейской информационной среде, о том, что там далеко не все такие уж нуждающиеся. И скандалы бывают, кто-то у кого-то что-то там украл, жену увел, или наоборот. Я не хочу обижать никого. На нашей территории гораздо раньше стали появляться беженцы, прежде всего в результате той войны, которую развязал режим в Киеве против собственного народа на востоке страны. Развязал войну только за то, что население Крыма и востока Украины отказалось признать госпереворот. И сказала этим ребятам оставьте нас в покое, мы хотим сами решать свои вопросы. За это их объявили террористами, против них начали войну. И миллионы людей побежали к нам. Я не припомню, чтобы кто-то в этом зале или на других моих пресс-конференциях с участием западных журналистов интересовался этим аспектом ситуации. И после последний год-полтора тоже беженцы к нам идут из тех районов, которые остаются под контролем киевского режима. И вы из Ирландии. Очень хорошо, потому что я периодически использую такой аргумент. Если бы в Ирландии запретили английский язык, как бы к этому англичане отнеслись? Это немыслимо, это никому никому, в голове не помещается. А на Украине русский можно запретить. И можно публично заявлять, что убирайтесь вообще в свою Россию, если вы считаете себя частью русской культуры. Как это сказал Зеленский задолго до нашей специальной военной операции, его спросили, что он думает о людях, которые живут по ту сторону линии соприкосновения. Он ответил, ну, бывают люди, а бывают существа, спишись. И вообще, продолжил этот лидер демократии всемирной, если кто-то на Украине ощущает себя частью русской культуры, мой совет, ради будущего ваших детей и ваших внуков проваливайте в Россию. Открытым текстом. А когда его спросили, что он думает про неонацистский полк Азов, который еще в 2013 году даже в Вашингтоне в Конгрессе был специально обозначен как структура, которая не должна получать американское финансирование, и вот его спросили, как насчет этого Азова, которые маршируют под нацистскими флагами с символами эсэсовских дивизий, он сказал, ну у нас много таких, они такие, какие они есть, точка. Вот, поэтому те ценности, которые Зеленский за западный мир отстаивает в войне против России, они вот включают в себя и такие вещи, от которых, честно говоря, я думал, мы давно избавились, но Европа просто в мгновение ока вернулась к тем традициям, которые еще пестовались в прежние времена. Спасибо. Министр Лавров, Стефан Вакаро, много целей у России, цели увеличиваются, но главная цель в 1945 году была не допустить новую мировую войну и 75 лет мы в состоянии были решать эту задачу. Я выслушал ваше выступление вчера в Совете Безопасности и, как представляется, вы не уверены уже больше, что эта организация, эта структура может предупредить новую мировую войну. У меня вопрос, почему вы не уверены в этом и что же генеральный секретарь, какую роль он может играть? Например, президент Лула, вы только что посетили Бразилию с визитом. Вопрос здесь такой, почему генеральный секретарь, почему мы не видим, чтобы он делал то, что делают другие, почему бы он не подготовил план ООН, почему он не готовит план для мира, поскольку вы не намереваетесь это рассматривать или он не делает это, потому что не хочет? Я могу только вам сказать насчет того, насчет того, кто кликушествует про третью мировую войну. Президент Байден, если я дословно цитату не воспроизведу, но он сказал, что если мы поможем Украине победить, то мы предотвратим третью мировую войну. Вы анализируете высказывания своего президента или только мои выступления в сайте безопасности? Какое-то время назад тогдашний премьер-министр Британии Лиза Трасс заявила, что она без колебаний нажмет на красную кнопку. Франция, тогда, по-моему, Жан-Ив Ледриан был министром иностранных дел, когда услышал все эти разговоры, он сказал, что у Франции тоже есть ядерное оружие. А потом командующий военно-воздушных сил Германии заявил, что пусть нас, Путин, не пугает ядерной войной, мы к ней готовы. Это все было, когда мы вообще молчали про третью мировую войну. Напомню, что именно мы еще при президенте Трампе предлагали американцам переподтвердить публично, официально, на высшем уровне заявление Горбачева Рейгана о том, что Россия и США, тогда еще Советский Союз и США уверены, что ядерная война не может быть победитель, она никогда не должна быть развязана. И мы предложили вот уже при Дональде Трампе сделать то же самое. Не получилось, американцы хотели это заявление, если вообще были готовы обсуждать, то с какими-то оговорками, что конечно же полностью его обесценило бы. При президенте Байдене наши президенты Байден и Путин такое заявление сделали, и потом мы опять же проявили инициативу и аналогичное заявление о недопустимости ядерной войны было принято на высшем уровне всеми пятью ядерными официальными ядерными державами. Поэтому вы знаете, когда эту тему начинают поднимать, все сразу же показывают пальцем на Россию, что Россия ведет мир к третьей мировой войне. Ну, у кого что болит, тот о том и говорит, у нас такая есть пословица. и я очень надеюсь, что все эти заявления типа если Украина проиграет, то не избежать третьей мировой войны или наоборот. Надеюсь очень, что те, кто их произносит, должны быть все-таки в здравом уме и проявлять ответственность. Сергей Викторович, два вопроса, если позволите. Первый связан с выходом делегации Израиля во главе с Паспредом и Орданом сегодня с заседания Совбеза по Ближнему Востоку. Как вы расцениваете этот шаг и была ли коммуникация с Израилем до заседания, которая указывала или могла указывать на соответствующее решение израильской делегации покинуть встречу? И второй вопрос, он связан с последним заявлением замглавы Министерства обороны Великобритании мистер Хиппи, который сказал, что Великобритания направила Киеву уже тысячи снарядов для танков с челленджер, в том числе с объединенным ураном. Подскажите, пожалуйста, какая реакция у вас на подобные заявления? Спасибо. Насчет сегодняшнего заседания я, честно говоря, не могу комментировать детали, потому что, когда мы заступили на пост представителя Сайта безопасности, обсуждался график заседаний, тематика заседаний, и никто не возразил против того, чтобы сегодня обсудить ближневосточные проблемы, включая проблему Палестины. Сегодня представитель Израиля как пафосно, эмоционально задавал вопрос риторический, вот как бы Россия отнеслась к тому, если бы антироссийское заседание назначили на 9 мая день Великой Победы. Знаете, я в ООН работал 10 лет, мы заседали и 9 мая, обсуждая самые разные вопросы, и по другим праздникам других стран-членов ООН, ну, такая организация, если исключить все даты, которые каждая страна хотела бы оставить свободными, ну, сами понимаете, очень мало останется рабочих дней, но представитель Израиля сказал, что он не может участвовать в антиизраильском значит, действии в такой день. Вот здесь, наверное, нужно ответ поискать на то, как это оценивать, действия не было антиизраильским. Это действие, заседание проводилось на основе пункта повестки дня Совета Безопасности, который на этой повестке дня стоит десятилетия. И палестинский вопрос это самый застарелый конфликт, нерешаемый вообще. Никак и никем. Сейчас пытаются все опять от тех договоренностей, которые закреплены в резолюциях Совета Безопасности, уйти и как-то экономические блага какие-то пообещать за то, что палестинцы не будут требовать создания своего государства. Вот о чем сейчас речь идет. Поэтому это не антиизраильское мероприятие. Это мероприятие, как я подчеркнул в своем выступлении, нацелено на выполнение изначальных решений ООН, которые призваны обеспечить право палестинцев на создание своего государства и одновременно право Израиля на безопасность на своих границах и в целом на отсутствие угроз безопасности Израиля во всем регионе. Вот о чем идет речь, а не о том, чтобы Израиля осуждать. Сегодня звучало немало критики и в отношении тех террористических актов, которые осуществляются против израильтян. Это всем хорошо известно и вот наверное так я бы ответил на ваш вопрос. А второй был, я забыл уже. Объединенный уран уже неоднократно высказывались. Кто бы там ни говорил о том, что он не является радиоактивным и не занесен в соответствующие списки МАГАТЭ, есть не списки, а есть факты. И интервью с людьми, которые пострадали в той же Югославии, бывшей, от обедненного урана, есть и на нашем телевидении, я видел, и в интернете, и на западных телеканалах, эти люди выступают, и в Италии в том числе, ветераны тех боевых действий, которые боролись с режимом Милошевич, как они тогда говорили. Поэтому здесь нужно свою ответственность осознавать. Ну, Британии, что они там на острове, поэтому может быть и не так важно, где этот обедненный уран будет излучать или не излучать то, что в нем там содержится. Дама, пожалуйста. Аменда CNBC, после 24 февраля многие страны санкционировали Россию. Как вы думаете, западные санкции работают, и может ли Россия выстоять в условиях давления? Ну, я помню еще Барак Обама в 2010 году говорил, а может, говорил, что он, что экономика России уже лежит разорванная в клочья. Ну, если такое желание и есть, оно, видимо, устойчивое и не меняется в зависимости от того, какая администрация находится у власти, ну, мы давно уже сделали для себя вывод, что надо полагаться на себя и на тех, кто является договороспособным, на тех, кто лжет, кто постоянно обманывает других и пытается заполучить себе односторонние преимущества нелегитимные, больше полагаться мы не будем. Мы уже говорили, что если сейчас некоторые западные компании, которых выгнали из России, их правительство и которые послушались, пытаются возвращаться. Ну, наше правительство комментировало эту ситуацию, мы не очень уверены, что надо обязательно решать сразу этот вопрос. Пусть освободившиеся ниши занимают наш бизнес, мы будем развивать свою экономику через освоение материальных благ, которые нам история и Господь Бог дал в этом мире. они через какие-то виртуальные услуги или искусственное доминирование того же доллара и зависимость от этого доллара. Кстати, то, что американцы запустили процесс дедолларизации и что этот процесс уже сейчас с большой тревогой анализируется в том числе и местными в США политологами и экономистами, это факт. если я правильно помню, за год доля доллара в мировых расчетах упала с 55% до 47%. 8% за год это существенно. И переходы к расчетам в национальных валютах, в обход доллара, евро и иены, переход к выработке цифровых валют, он уже неостановим. и что дальше будет с международной валютной финансовой системой, в том числе с международным валютным фондом, например, со всемирным банком, это очень большой вопрос. Процесс запущен, американцы доказали, что они говорили неправду, когда долгие десятилетия, еще после отмены Никсоном золотого стандарта, они всем говорили, доллар, не волнуйтесь, даже без золотого обеспечения это доллар не наш, это доллар наш общий, это общая мировая валюта, она будет обеспечивать бесперебойное, гладкое функционирование всех механизмов мировой экономики и так далее. Сейчас они доказали, что они с легкостью, в мгновение, там, по мгновению какой-то волшебной палочки, никому невидимой, отказались от всех тех устоев, которые они продвигали в качестве основ мировой экономики. это и честная конкуренция, это и священность собственности, отказ от использования односторонних протекционистских мер и многое другое. Это все то, на чем они основывали модель глобализации, которую, по большому счету, весь мир воспринял и стал в этой модели уже свои планы выстраивать и реализовывать. какая сейчас глобализация уже не имеет никакой перспективы в том виде, в котором она была. Идет фрагментация мировой экономики, идет деглобализация и регионализация. И эти процессы, в том числе, мы ощущаем и активно в них участвуем в рамках Шанхайской организации сотрудничества Евразийского экономического союза, соглашения между Евразийским экономическим союзом и Китаем, ну и в рамках БРИКС, где президент Лула, о котором сегодня вспоминали, заинтересован в том, чтобы подготовить к ближайшему саммиту, который будет осенью, летом, подготовить аналитические материалы о том, как не зависеть от капризов тех, кто до сих пор руководил международной валютно-финансовой системой. Господин министр, быстрый короткий вопрос по зерновой сделке. Вы много говорили о характере гуманитарная коммерческая природа. Полагаете ли вы, что Россия с самого начала готова была подписать такую сделку? И вы говорили также о новом мировом порядке. Вчера отклик был получен от государственных членов Бразилии, в частности. Не можете ли нам сказать, почему многополярный порядок лучше, чем нынешний, опирающийся на правила согласно западным коллегам? И как вы убедите ваших западных коллег в своем варианте? Вчера она не называлась «Зерновая», она называлась «Черноморская инициатива». И в самом тексте этой договоренности было записано, что она касается расширения возможности вывозить зерно и удобрения. Нет, я не подозреваю генерального стара, он вообще не могу его подозревать в том, что он хитрил, когда эту сделку предлагал. Я убежден на 100% что он действовал искренне. Я хорошо знаю Антонио Гутерреша и могу это с уверенностью утверждать. Другое дело, что его искренние и настойчивые усилия, направленные на убеждение тех, кто ввел санкции, сделать исключение хотя бы для сельскохозяйственного экспорта зерна и удобрений, эти усилия не возымели результат, о чем я уже подробно сегодня говорил. насчет вопроса о том, как убедить западных коллег в необходимости выстраивать многополярный мир, многополярное мироустройство, я не буду их убеждать. Мы свои позиции излагаем, Китайская народная республика, Бразилия, многие другие свои позиции излагают и предлагаем вести дела на основе того, что записано в уставе, что мы все имеем равные права и что мы должны искать баланс интересов и коллективно решать мировые проблемы. И, наверное, лучшим способом убедить западные страны в том, что многополярный мир уже формируется, является просто не мешать историческому процессу. Они ему сейчас пытаются мешать. Санкции против России действительно такие, которых никто никогда не видел и даже не мог себе вообразить. Но это для нас вопрос решенный. Мы имеем все возможности для того, чтобы не зависеть от такого рода поведения, доказавших свою полную недоговороспособность западных коллег. санкции сейчас запрещают в Китай полупроводники продавать и при этом параллельно требуют от Южной Кореи, чтобы она не замещала выпавшие поставки полупроводников из Европы и США своими поставками. Идет подготовка к новому раунду войны за мировое господство, вернее войны за то, чтобы попытаться сохранить мировое господство. Наверное, это может замедлить естественный процесс формирования многополярного миропорядка, но ненадолго. В историческом плане, я уверен, что так не будет. Но вот все эти претензии на то, что, как сказал Боррель, райский сад, под которым он поднимает Запад, окружен джунглями, ну, это, помимо того, что это расизм и нацизм, это отражение той самой философии, которая вредна всему человечеству, в том числе самим носителям этой философии. Вдруг вот, значит, президент Макрон после визита в Пекин, если вот мы про Китай говорим, сказал, что у Европы должна быть самостоятельной, что быть союзниками Соединенных Штатов совсем не обязательно следовать в воле Соединенных Штатов по любому вопросу, и упомянул Тайвань, что это не европейская тема. Ну, в скобках замечу, что это подразумевало, что Украина это европейская тема, значит, тем самым было признано, что Европа воюет руками Украины. Но тут же, после того, как Макрон это заявил, Боррель буквально вчера, по-моему, выступил с инициативой о том, чтобы Евросоюз направил свои военно-морские силы в Тайваньский пролив. Что это означает? Это означает, что в Европе либо те, кто поддерживает логику Борреля, они уже совсем потеряли всякую самостоятельность и только интересами США руководствуются, либо они там еще не договорились, какая у них будет единая позиция. Я далеко ушел от вашего вопроса, но в принципе, конечно, многополярный мир объективно формируется и каким он будет в итоге, какая будет конфигурация, я не знаю. Многие говорили, в том числе вчера на заседании, о том, что 20-ка, группа 20-ти может стать прообразом какого-то механизма управления. Я считаю, что все-таки лучше опираться на устав ООН, при понимании, что для отражения новых тенденций, новых реалий нужно будет провести реформу Совета Безопасности. Может быть, в итоге это будет примерно что-то по составу вроде 20-ки или напоминающие членство в группе 20-ти, но обязательно, конечно, должно быть устранено такое явление, как очевидная глубокая недопредставленность страна Азии, Африки, Латинской Америки. Благодарю вас. Мириэм Рамади, Афганистан Интернешнл. Вопрос про Афганистан. Недавно талибы запретили женщинам работать в ООН. Генеральный секретарь едет в ДОХу для того, чтобы встретиться со спецпосланником по вопросу об Афганистане. Какой следующий шаг должно сделать международное сообщество, на ваш взгляд, по поводу Афганистана? Еще один вопрос относительно СВПД. Умер ли этот план? Афганистан, да, мы поддержали инициативу генерального секретаря провести, по-моему, 1-2 мая в ДОХе встречу специальных представителей, включая большое количество западных стран. Весь прошлый год и в этом году мы занимались Афганистаном в таких форматах, как страны-соседи. Вот недавно было заседание министров иностранных дел соседей Афганистана в Узбекистане. В прошлом году такая встреча была в Китайской Народной Республике. Параллельно работает четверка Россия, Китай, Пакистан, Иран, в которую мы пригласили Индию, хотим, чтобы эта пятерка сформировалась в качестве такого, если хотите, ядра формата стран-соседей. Мы сохраняем московский формат консультаций, в котором, кстати сказать, участвовали все время Соединенные Штаты, потом они закапризничали после того, как спровоцировали происходящее на Украине и вышли из этого формата. была тройка Россия, Китай, США, которые Пакистан присоединялся. Этот формат тоже забросили. Ну, видимо, для того, чтобы каким-то образом внедрить Запад в процессы по содействию урегулирования в Афганистане, генеральный Старь созывает конференцию, в которой мы будем участвовать. И, конечно, считаем, что Запад не должен уходить от дискуссий, потому что Запад 20 лет в Афганистане был и ничего не сделал для того, чтобы каким-то образом укрепить экономические возможности Афганистана. То, что там взорвалось производство наркотиков, которое до сих пор остается рекордным, хотя талибы пытаются его запрещать, и мы это тоже поддерживаем. Но для развития Афганистана прежде всего, конечно, нужны деньги, которые в Соединенные Штаты арестовали и отказываются их выдавать на нужды населения. И Запад должен не только вернуть эти афганские авары афганскому народу, когда созреют для этого условия, но и, конечно, посмотреть на компенсацию ущерба, которую он за 20 лет нанес афганскому государству, экономике и населению. Мы исходим из того, что талибы это реальность на земле и с ними нужно разговаривать. Одновременно мы не будем идти на признание этого правительства де юре, пока оно не выполнит своих собственных обязательств, которые, в общем-то, в международном сообществе получили признание, а именно, пока оно не обеспечит инклюзивность правящих структур, не только инклюзивность в этническом смысле, но и в политическом смысле, потому сейчас в правительстве талибов, как они говорят нам, есть и узбеки, и таджики, и хазарейцы, это так, но все эти этнические представители, они все талибы в политическом плане, и для гражданского общества, конечно, очень важно, чтобы широкая представленность политических сил страны была обеспечена, но и среди других критериев для юридического признания все упоминают базовые требования в области прав человека, включая права женщин и девочек, это, конечно же, будет обсуждаться на конференции, которую Антонио Гутерреш созывает. НГСУПОА? Не к нам вопрос. Мы исходим из того, что договоренность о ее возобновлении была достигнута достаточно давно, и сейчас почему-то европейские страны потеряли энтузиазм, американцы через разных, через разные источники уже анонимно заявляют, что надо что-то другое искать. Не знаю, мне кажется, что это огромная ошибка упустить шанс эту сделку возобновить. Тем более в условиях, когда налаживаются отношения, нормализуются отношения между арабскими странами и Ираном, вот в частности с Саудовской Аравией при поддержке Китайской Народной Республики восстановлено отношение. Это процесс очень здоровый, и мы в принципе за то, чтобы в районе залива какие-то механизмы сотрудничества, транспарентности, укрепления доверия создавались. Ну, на данном этапе не от Ирана и не от нас и не от Китая зависит полное возобновление этой сделки. Те, кто ее разрушил, должны ее вернуть к жизни. Если вообще какой-то есть шанс, то это только вот в таком виде. По нашим оценкам тот документ, который был согласован еще в прошлом году, он отвечает этой задаче. Попытки навесить новые требования, которых не существовало в изначальном тексте JCPOA, эти попытки, конечно же, затрудняют процесс и отражают ту самую линию, о которой мы сегодня уже говорили, выторговать или вырвать шантажом односторонние преимущества. Спасибо. Абдуль-Хамид, Арабик Дейли, Аль-Куцар-Ля-Раби. Вы говорили в золотом миллиарде. Как вы думаете, в будущем в мире будет не один золотой, а может быть восемь золотых миллиардов? И второй мой вопрос о двогосударственном решении. Все приветствуют этот лозунг «двогосударственное решение», а вы еще верите в то, что есть хоть какая-либо реальная возможность добиться существования независимого, сопряженного, суверенного палестинского государства? Спасибо. Ну, я считаю, что мы не должны опускать руки. Сейчас мы наблюдаем попытки убрать политические аспекты палестинского вопроса и сконцентрироваться на предложении каких-то экономических выгод для палестинцев. Ну, судя по всему, это своего рода взятка. Вот вам финансовые средства, но давайте как-то забудьте про независимость, про государство. И я здесь не могу понять логики. Вот сегодня упоминали постоянного представителя Израиля при ООН. Он вот в своей эмоциональной речи отстаивал право Израиля иметь еврейское государство. Но если это так, то как же быть тогда с палестинцами? Тогда им нужно свое государство. это признание того, что двухгосударственные решения это единственный способ подорвать еврейскую суть Израиля, которую Израиль отстаивает. Поэтому я все-таки думаю, что разум возобладает и с холодной головой, когда будет возможность не оглядываться на какие-то электоральные циклы, можно будет все-таки всерьез этим заняться. Хотя как не оглядываться на электоральные циклы, когда здесь они, например, каждые два года и время-то на работу не остается, надо избираться. Ну, про миллиард я сказал вчера, конечно, это арогантно, это невежливо, то, что записано в решениях НАТО и Евросоюза, высокомерие это все те люди, которые говорят Black Lives Matter. Благодарю вас. Здравствуйте, господин министр, рада вас снова видеть. Вы лично участвуете в каких-либо переговорах об освобождении заключенных в Америке и в России, например, например, Эван Гершкович. Вы лично в этих переговорах участвуете? И еще один вопрос. Принятие Украины в НАТО не очень реалистично выглядит, несмотря на то, что некоторые говорят. но в качестве члена ЕС это более реально. Как вы думаете? На первый вопрос ответ простой. Нет. На второй вопрос ну я не могу решать за Европейский Союз, но мы видим, как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в такую агрессивную структуру с заявленной целью сдерживать Российскую Федерацию. И вот посмотрите, как регулярно президент Сербии высказывает свои озабоченности, что от них требуют присоединиться к санкциям против России и признать независимость Косово, наплевав на судьбу сербов, которые на севере этого края жили много-много сотен лет. вот что сейчас из себя Евросоюз представляет. Если ты антироссийскую политику проводишь, то у тебя есть очень хорошие шансы. Но мне будет интересно посмотреть на ситуацию с той же Сербией, с той же Турцией, которая, я уж не помню сколько лет ведет переговоры. И есть желающие в Евросоюзе Украину принять в срочном порядке. Ну, тогда просто докажет Евросоюз, что все это не соответствие критериям, а чисто геополитическая игра, затащить побольше к себе территории, которая осталась или останется бесхозной. Не знаю, это пускай они сами решают, но то, что сейчас Евросоюз от НАТО мало чем отличается, в этом никаких сомнений у меня нет. Тем более, что они подписали декларацию недавно НАТО и Евросоюз, где прямо сказали, что будем обеспечивать безопасность вашего европейского союза, а Евросоюз выразил признательность и там как раз тоже было записано, что это важно для нашего миллиарда все будет. Ну, все, собственно говоря. Благодарю вас, господин министр. Я знаю, что я от имени всех. Могу сказать, что когда вы приезжаете в Нью-Йорк, мы каждый раз рады вас здесь видеть, рады тому, что вы отвечаете на наши вопросы. Меня зовут Эдит Слеттери, я представляю издательство Associated Press. Если взглянуть на время, которое осталось до конца текущего года, каковы ваши ожидания в отношении ситуации с миром и безопасностью по всему миру? На ваш взгляд, есть перспективы для переговоров или прекращения украинского конфликта или других конфликтов Йемен, Ливия? Вы упомянули Судан. Каковы ваши надежды и ожидания? Ну, мне деньги платят не за надежды и не за ожидания. Мы должны решать конкретные задачи и они сейчас прежде всего касаются обеспечения безопасности нашей страны и недопущения того, чтобы русских, которые столетиями жили по соседству с нами, украинский режим подвергал дискриминации и истреблению, физическому в том числе, как они публично заявляют из уст официальных деятелей. В остальном, вы знаете, политика это такое дело. В 2003 году, через несколько месяцев после начала незаконной войны в Ираке, Джордж Буш младший на борту авианосца в мае, по-моему, объявил, что в Ираке победила демократия. 2003 год. Сейчас у вас какие ожидания от Ирака? Я не знаю. От Ливии то же самое. От Ливии, когда президент Обама решил руководить как бы from behind и выпустил вперед европейцев, тоже грубейшим образом нарушена была резолюция Совета Безопасности, которая всего-то требовала установить бесполетную зону, чтобы авиация Каддафи не летала. Она не летала. Ну, взяли, разбомбили страну. Она сейчас в клочьях, вот как раз то, о чем Обама говорил про Россию, сейчас произошло уже не с экономикой России, а с государством под названием Ливия. Я очень надеюсь, что по Йемену, вы упомянули Йемен, будет прогресс. И я сегодня отметил в своем выступлении, что мы ценим усилия, которые Саудовская Аравия предпринимает. В этой связи налаживая прямой диалог. Нет, я не буду даже гадать. По Украине дело не в том, что есть какой-то график. Это в других странах есть графики. Я помню, по той же Ливии французы сколько раз объявляли какие-то конференции, на которых принималось решение, что через 4 месяца и 3 дня будут выборы. Это было начиная с 2015 года. Мы все там же. Так что надо просто работать над реализацией своих законных прав, делать это честно, объясняя мотивы, которыми ты руководствуешься, что мы и сделали в отношении наших действий в рамках специальной военной операции, и что мы хотели бы также в порядке взаимности услышать от наших западных коллег. Какие цели они-то преследуют в том же Ираке, в той же Ливии и в других местах, где они пытаются проявлять какую-то активность. Но надо оставаться оптимистами, это неизбежно, хотя говорят, что оптимист, нет, что пессимист это хорошо информированный оптимист. Да, так, по-моему. Но тем не менее мы будем надеяться на то, что все-таки возобладает стремление к объединению усилий и понимании того, что раскалывать мировое сообщество на миллиарды, 7 миллиардов, это неправильно. Ставить себя выше других, это тоже неправильно. Какими бы аристократическими традициями лордов и других высоких титулов это не оправдывалось. Мы живем на одной земле и вот сейчас проговорили про третью мировую войну. кому это нужно? Но, видимо, кто-то готов идти до конца. Если, еще раз процитирую заявление, что если Украина победит Россию, то есть шанс избежать, то мы избежим третьей мировой войны. Вот такая простенькая штучка, которая пока заменяет нормальный профессиональный разговор ответственных политиков. Но я вам желаю тоже успехов в вашей работе, она на самом деле важна. И еще раз призываю вас, учитывая, что российских журналистов на этот раз меньше, чем могло бы быть, помочь компенсировать эту численность широким освещением всего того, что вы от нас услышали. Спасибо большое.